Ну что, друзья, всех приветствую, с вами команда MoreGames и, как вы знаете, месяц назад в CSGO вышло обновление, которое полностью поменяло систему званий. Тогда у всех позабирали звания и заставили сыграть и выиграть одну игру, чтобы его вернуть. И чё там только не происходило, кого-то понижало на несколько званий, кого-то наоборот повышало, а кто-то вообще моментально бустился до глобала, хотя такого звания у него никогда не было. Но на этом всё не закончилось. Мне также писало куча людей о том, что после того, как им вернули звания, их стало повышать просто за каждую победу. Кстати, такой случай мы сегодня тоже поймаем. Небольшой такой спойлер. В общем, вся эта ваканалия, которая происходила вокруг званий, нас очень заинтересовала. И сегодня мы решили проверить, как теперь работают повышения на различных званиях. Мы сыграем и на Беркутах, и на Калашах, и на Голдновых, и даже на Сильверах, и полноценно всё это дело проверим. Друзья, этот ролик мы записывали неделю. Было сыграно действительно много игр, и я надеюсь, что вы просто поддержите нас лайком. Что ж, а я предлагаю начинать. Присаживайтесь поудобнее и забудьте про лайк. Всем желаю приятнейшего просмотра. А мы стартуем. Ну давайте, пожалуй, начнём с высоких званий. Мне интересно, насколько сложно нам будет дойти до Суприма. Сколько вообще побед сейчас это займёт? Я помню то, что у нас около 11, по-моему, побед занимало. Вот прям с Лема до Суприма дойти. Мне интересно, сейчас проще стало или наоборот сложнее? Хочется на это взглянуть. Чего ещё изменилось, в принципе, во всей этой системе? Так, у нас проблемы пока. Нет, потому что золотые у нас в Суприме. У нас пока проблемы с выигрышем катки. Были проблемы. А где последний? По-моему, в КТ где-то стрелял, да? Или сли... А, хорош. Ну ладно, посмотрим, сколько игр у нас это займёт, чтобы дойти до Суприма. Ну, надо постараться не проиграть ни одной. Чисто без поражений попробовать дойти до Суприма. Вон тебе последний. Прекрасно. Нормально, там такая шара залетела. 16-6 мы забрали по итогу первую игру. Так, сейчас, прикиньте, за одну победу просто повышает. Вот это было бы весело. Не, не повысило. За одну победу, но это было бы очень странно. Это было бы вообще какая-то бредятина на таких-то званиях. Но интересно, сколько времени нам потребуется. Мне кажется, скоро его нужно до Суприма есть. Ну да, кстати. Прикиньте, уже реально мы следующую игру... Да, если мы следующую игру сыграем и выиграем... Не, ну это просто жёстко будет, слишком, по-моему. Потому что в прошлый раз, ну, я чётко помню то, что очень долго мы доходили до Супримов. А до Глобала там я вообще молчу. Ну, давайте продолжать. Посмотрим. Посмотрим, действительно, сколько игр нам нужно будет. 2000 лет назад. Ну что, мы уже играем четвёртый день и пока абсолютно безрезультатно. Ну, мы, получается, сыграли сколько игр? 12. Получается, из них 9 побед, 1 ничья и 2 поражения. Ну, в принципе, как бы повышения мы особо пока и не ждали. Но всё равно. Ну, конечно, 2 поражения это печально, то, что у нас получилось. Ну, сейчас вот результаты у вас все на экране потихонечку проскакивают. Это обидно, то, что мы всё-таки проиграли пару раз. Один раз забрали ничью. Ну, мы пытались. Пытались без поражения, но без них никуда. Не крути. В нить катках не везёт. Где-то что-то не летит. Где-то десятки фейсота попадаются. В принципе, это норма в матчмейкинге на этих званиях. Вообще, в одной игре у нас было, по-моему, 4 десятки, 1 девятка. Ну, естественно, против таких ребят тяжеловато отыгрывать. Но я надеюсь, что мы сегодня добьём. Вот на четвёртый день. Надеюсь, что мы дойдём до Суприма. Будем сегодня бить до Талава, я думаю. Ну, может, срочно побежать. Смотрите, у себя. Да, есть, да, на, есть. На. Он меня чуть не убил. Вон тебя. Минус 58. Думбу видели, нет? Кто побежал? Да, он ушёл. Окей. Это последний савик. Ну, добежал, да, савик. Да, и у него 10 хп должно было остаться. Но он 100% на бэ побежит. Да, это он, это он, 9 хп у него. Хорошо. Не, ну такая потненькая игра, конечно. 16-14 еле забрали. Но главное забрали. Играть тяжело. Ну, 10 победа пока вообще мимо. Нас вообще не повышает. Сколько сейчас надо игр просто до этого Суприма? Заберите у них, дайте нам. Всё просто. В смоке, может, ты промудился? Да, да, вот. На, в смоке. А, ебать, какая лёгкая игра. Да, прости, всё. ПВшка зарешала. Да я не знаю. Вообще без напрягов. Две игры подряд такие лёгкие. Ну, наконец-то или нет? Да, да, да. У меня повысило. Опа. Так, а ты всех повысил, кроме Марата, что ли? Такая лёгкая игра на повышение. Подожди, а почему Марата? Не знаю, но всех повысил, кроме него. Странно вообще. При том, что у меня было пропущено пару игр, когда вы короткие играли. Вы там короткие ещё до этого играли. Но меня повысило всё равно без этих игр. Соответственно, сколько? 11 побед у нас это заняло? Да. 11 побед, 2 поражения, 1 ничья. Ну, слушайте. Ну, я, кстати, думал то, что гораздо больше времени сейчас уйдёт почему-то. Из-за поражений вот этих вот. Так, в общем, я сейчас посмотрел. Поднял, так сказать, архивы. В прошлый раз мы Аполи Суприма за 14 побед. То есть, в этот раз нам удалось сделать это гораздо быстрее. За 11 побед. Но тогда у нас было гораздо больше поражений. Там что-то в районе 4-х штук, по-моему, было. 4 раза мы проиграли пока Аполи Суприма. Ну, и, соответственно, из-за этого потребовалось больше побед. И если вот так вот сложить, здесь было 2 поражения, там 4. То, по сути, получается одно и то же. То есть, примерно равноценно нам потребовалось времени на то, чтобы Апнуть Суприма. Так что, до этого звание точно ничего не поменялось. Но давайте посмотрим, что будет на более низких званиях. Посмотрим, наверное, на калашики поиграем. Сейчас найдём аккаунт с первым калашом, что-нибудь такое. И посмотрим, сколько займёт времени, чтобы Апнуть калаш с венками. Обычно там требовалось 4 победы, чтобы Апнуть звание. Но посмотрим, что изменилось. Что будет сейчас? Будет ли разница на этих званиях? Ах, ты лон! Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то было выяснилось. Ну, по сути, здесь должны сейчас восстановить калашиков. Калаши с венками, я надеюсь, тут будут. Биг Старш. Что? У меня Биг Старш. Биг Старш. Что? Здесь, чтобы... Подождите, тут же были 2 калаша. Нормально, забыслились. Ах, ну нам не это надо было. Я надеялся, что нас опустят наоборот до калашей с венками. Да, и такое бывает при восстановлении звания. Я просто не знаю, нам сейчас так сложно будет найти аккаунт калаш с венками. Максимально сложное испытание для нас. Но надо, надо попробовать. Это бред. Да, конечно, чего они вообще намудрили с этим восстановлением звания? Ну ладно, поехали искать. И, друзья, перед тем, как мы продолжим наши интереснейшие эксперименты, давайте перейдем на замечательный My CS GO и... Опробуем операцию. Собственно, нововведение, которое сюда добавили. Посмотрим вообще, что это. Давайте ее начнем. Операция нюк. И... На карте вы найдете множество точек, и каждое из которых будет привязано задание. Выполните его и получите награду, а также доступ к соседним точкам. Карта создается случайным образом, и, соответственно, я так понимаю, что эту операцию можно будет проходить много раз. Ну и давайте посмотрим, что вообще здесь нас ждет. Я так понимаю, на старте нам дается лишь одно задание, но если мы его выполним, то будут открываться и другие. И первое, это, соответственно, сражение. Нужно 20 раз с кем-то сразиться, и, соответственно, мы получим награду 80 монеток. Ну, слушайте, приколь. Прикольную тему они придумали, и так-то можно будет повыполнять какие-нибудь задания, получить халяву. Но сегодня, друзья, я все-таки предлагаю по стариночке забрать какую-нибудь годноту с актуальных кейсов. Давайте зарядим сразу самый дорогой на 10 тысяч рублей. Ну и надеюсь, что нам на этом кейсике повезет. Давайте посмотрим, что отсюда выпадет. Так. А, ну есть МК-шедевр, так-то. Ну так-то мы, в принципе, неплохо отсюда достали. И как бы интересные скинчики, и по стоимости нас все устраивает. На 13 тысяч мы почти достали, открывали на 10. Ну, слушайте, неплохо. Неплохо мы сегодня достали, и, пожалуй, давайте все эти скинчики себе заберем. И напоследок, друзья, я, конечно же, хочу еще поделиться с вами вот таким вот прекраснейшим промо-кодом, который даст вам аж плюс 40% в пополнении. Этот код и, собственно, сама ссылочка на сайт, конечно же, будет в описании. Поэтому забирайте годноту, а мы продолжаем. Так, попытка номер 2. Пацаны, посмотрим, что будет тут. Ну, давай, дай нам первые калаши, пожалуйста. Калаш с венками. Да? Да. Ладно, сразу спойлерю. Калаш с венками. Да, все, отлично. Мы нашли нужные аккаунты. Кстати, самое смешное, что здесь было 4 звезды. То есть нас тут тоже пробустило. В этот раз мы продумали наперед, наоборот, взяли ниже звание, получили калаш с венками. Ну, сейчас и глянем, сколько, собственно, каток нам потребуется, чтобы апнуть 2 калаша. Ну, я ставлю на то, что 4. Ну, вот раньше было примерно 4 катки нужно было выиграть. Но глянем, глянем, что сейчас поменялось вообще. Ну, поменялось ли хоть что-то. Да, проверка повышения, это, конечно, хорошо. Но мы не учли один интересный момент. То, что здесь могут попадаться читеры, которые, к сожалению, могут все это усложнять. Хорошо, хорошо, хорошо. Я очень сомневаюсь, что эту игру мы выиграем. Ну, там все, поскакал человек. Ну, да, такого, конечно, сложно избежать. Но я так полагаю, если мы эту проиграем и следующую выиграем, то, по сути, это будет равноценно. То есть, по сути, должно покрыться поражение. Ну, посмотрим. Ну, вообще печально, конечно, хотелось вот прям без поражения все проверить, но... Да без этого вообще никуда. Проверяем все в реальных условиях, как есть. Кстати, хочу вот отметить то, что таких жестких читов мы уже давно не встречали. Это реально редкость стала, чтобы так жестко читерили. Но 57 на 17, чтобы Чел настреливал. Такого уж действительно давно не было. Но именно в этом ролике мы такое повстречали. Конечно же, как может быть иначе. Понял. По манси, по манси. Блять. Минстр 7. Ха! Вот он вообще даже не близко был. Да, какая простая эта игра была. А вы мировые. Где слегка, пиздец, легко. И типа... И мы, 60-0 закрыли. Повысила, повысила. Повысила действительно, вау. Легко, легко. Легко, легкая игра. Кстати, на самом деле, очень быстро повысила, да? Ну, в общем, 3 победы и одно поражение. Но считай, что как за 2 победы нас повысило. Очень быстро. Не, у нас этот выпуск, это просто одни легкие игры. Я в шоке, если честно. Что на основах мы играли, там такие легкие счета были, что здесь. Вообще просто реально вперед ногами всех выносим. Без шанса. Ну быстро. Как-то очень быстро получилось. При том, что реально было поражение. Ну вот, я сейчас просто открою. Сейчас вебку уберу. Ну вот, 5 игр. Получается, одну макароткую сыграли, восстановили звание. Потом выиграли, проиграли. И, собственно, 2 выиграли, и все. Уже произошло повышение. Но это очень быстро. Мне кажется, что раньше было дольше. Но как минимум нужно было 3 победы без поражения. А в идеале вообще где-то 4 катки занимало. То есть 4 победы подряд, при этом без поражений. Нужно было выиграть, чтобы тебя апнуло до 2 калашей. Ну интересно, как-то вообще очень рандомно, конечно. Очень непонятно. На самом деле надо играть еще, чтобы как-то оценивать. Потому что... Ну так вот с двух аккаунтов по одному званию апнуть. Но этого маловато на самом деле. Надо еще статистику пособирать. Еще. Ребят, потеем, потеем. Это серьезный противник. Это самые серьезные противники. Потеем. Помойный софтер. Он сейчас всю инфу даст. Про вас. Ну это понятно. Нейсер, проиграли. А что они не идут? У меня тоже софт. Я знаю. Они все, они в тильте уже. Минус 70 там, типа. Ой. Ты что, я здесь идешь? Жаль, проебали. Очень жаль. Я зачем сразу вышел? Он просто расстроился. Да, мне просто интересно, на каких это званиях сейчас вот этот софт был. Серебро или это вы понимаете? Просто где чего с читами играют? А, хороший подбор, кстати. А у вас какие тоже? У меня сильвер лид, да. У меня пятый, пятый, да, сильвер получается. Да, ну давайте попробуем два звания здесь апнуть. Посмотрим, насколько быстро это будет. Кстати, как раз таки нам часто пишут, что типа сильверов там не выбраться и так далее. Я выиграл уже 15 игр подряд. Ну вот как раз таки до голднов сколько времени у нас займет. Давайте оценим просто, сколько это игр. Но по сути должно быть так же, как примерно вот на калашах мы играли. Примерно столько же побед для того, чтобы нас апало. А может быть даже меньше. Но давайте пробовать. Все, одна победа, пацаны, и нас апает, смотрите. Проверяем. Вот, проверяем систему званий. Можно спойлерить, нет? Нет, нельзя, нельзя. Хорошо. Запрещено, запрещено спойлерить. Хорошо, хорошо. Так, ну-ка. Блин, не повысило, ребят, не представляете. Я еще не видел звания, подожди. Спойлерить нельзя или можно? Ну, за одну победу я и не рассчитывал. Я не знаю вообще, как ребята это делают. Просто что у них в игре происходит, что они апаются за одну победу. Это тупо магия какая-то. Причем там челик в коротком апался. Может, надо короткий просто играть. Ладно, это бредово. Я уверен, что от этого никак вообще не зависит. Наоборот, в коротком должно слабее повышать. Поэтому мы длинно играем. Мы так бы с удовольствием короткий бы бегали. Но у нас нету нормальной статистики, как апает в коротком. Поэтому мы длинно и играем. Потому что там мы хотя бы примерно понимаем, за сколько побед повышало. А в коротком, ну, мы очень мало играли. Чтобы понимать, сколько реально там нужно было побед. Так, последнего. Минус 88, у него не было. Найс. Так, ладно, заспойлерю. О, реально апнуло. Что там, пацаны, 15 побед заняло? Две победы просто нас апнуло. Не, у меня, кстати, есть такое предположение, что как будто быстрее немного. Чуть-чуть, но быстрее как будто стало апать. Я, конечно, точно не помню, сколько вообще на сильверах апало. Но, по-моему, так же на сильверах занимало примерно 4 победы для того, чтобы апнуть звание. Раньше. Поэтому это достаточно интересно. Ну, давайте попробуем до Голднов дойти. Давайте попробуем еще здесь звание апнуть. И посмотрим, сколько до этого звания потребуется побед. Но мне почему-то кажется, что где-то 3 будет. Но вот если снова 2 победы и снова апнет, то это уже точно будет о чем-то говорить. Ну, потому что я не вспомню, чтобы так быстро повышало вообще на этих званиях. Сейчас, знаете, реально все в комментариях пишут. Я выиграл 17 побед на сильвере меня! У нас с макхьями. Я пойду, мне похер. Марат флешки там кидаетесь уже. Дал. Чё, пленте в дефолте на коробке. Потеем жестко, ребят. Очень потный матч сейчас. Тут серьезнейший вообще. На сильверах 8 раундов отдали. Мы сильнейшие. Ну что, ребят, сейчас за одну победу нас сразу повышает до... Я заспойлерил. Пацаны, нормально, поехали спидранить. Это типа 2 апа подряд получается. Ну да. Сильверов не выбраться, пацаны. А это нормально вообще? Это, думаю, все это, как нам писал этот подписчик. Поехали просто победу за победой повышаться. Глобала. Нет, ну я предлагаю продолжить. Давайте посмотрим. Но когда интересно это закончится? Да, интересно, когда это закончится, во-первых. И, ну, сколько будет, если что. Дальше просто нам побед требоваться для того, чтобы апаться. Ну, 2 подряд повышения просто мы сейчас получили. Ну вот, сейчас даже просто покажу. Получается у нас 4 игры. В одной мы восстановили звание. Потом 2 вот выиграли, чтобы нас апнуло. И сейчас вот второй подряд просто ап за одну победу. Ну, слушайте, это достаточно забавный случай. И я предлагаю, собственно, продолжить. Продолжить повышение вот такое вот. Мне вот реально интересно, докуда можно добраться. И вообще повысит ли нас еще раз в следующей игре. Это что такое? Это что такое прилетает тут? Бомба выпала на А. Ну, они на базе там сидят. Миллиард процентов. Они внизу сидят. Савиками там. А мы идем за повышением, собственно говоря. Я все КП потерял. Отлично. О, спасибо. Так, ну смотрим. Я в этот раз не спойлерю. Все, вот до конца жду. Интрига. Превыше всего. Так. Это просто так. Продолжаем, ребята, мне нравится. Спасибо, Valve, за такую щедрость. Это смешно просто. Что? Что за бред? Просто игра за игрой повышает. Дорога до глобала. Новый. Новый путь до глобала. Как капнуть глобала за 20 игр? Нет, это смешно, конечно. Я просто реально вот все. Ну, нужно идти просто до Талова. Мне интересно, когда все это остановится. Так, продолжаем, ребята. Сейчас я зайду в спину. Погоди. А я не успею, походу. Я даже не успел. Продолжаем, ребята, апаться. Все, я не спойлерю. Хочу увидеть это повышение еще раз. Нет. Все. Остановочка. Тормознули. Немножечко тормознули. Нет, ну давайте все равно продолжим. Попробуем дальше. Сейчас, наверное, мне кажется, что все равно за следующую игру еще раз апнет. У меня почему-то такое предположение. Но вообще забавно то... Сейчас покажу. Сейчас вот еще обновлю. Получается 16 побед и 12 поражений. То есть, ну в принципе, вообще на этом аккаунте не должно было такого происходить. То есть, этот аккаунт не заслуживает вообще такого звания, на которое мы сейчас вышли. Мы должны были даже с сильверов убираться достаточно долго. Потому что, ну, очень много поражений было. У нас было, получается, 10 побед, 12 поражений. То есть, поражений было больше, нежели побед с калибровки. Это вот у нас калибровка была на джойстиках. Мы там очень много игр слили. И вообще не должно быть такого. То, что вот сейчас происходит. Здесь абсолютно не заслуженно вот эти вот звания повышают и повышают. Всего за несколько побед. Ну давайте продолжим. Мне просто вот интересно, вот следующее звание, сколько побед у нас займет. Может, нам просто не повезло в этой игре. И сейчас все это дело еще и продолжится. Мы требуем буст дальше. Идем за тремя звездами. Ну что, будет повышение? И очередное? Или же все? Или лавочка при... Нет? Продолжаем! Ничего страшного. Ну, подумаешь, не каждую победу стал лапать. Ну, за каждые две. Ну и ладно. Нас это тоже устраивает. У нас спидрансорно нормально. Я предлагаю до калашей попробовать дойти. Просто интересно, сколько потребуется для этого побед. Ну, это очень смешно, конечно. Просто с Сильвером Бат сейчас до калашей выйдем. Просто за несколько часов. За несколько каток. Ребята, вы что делаете тут? Мы оживляем всех вообще. Оживляем все предметы на карте. Тут побольше. Надо вот этот ящик в следующем раунде оживить тоже. Вот это я понимаю занятие. На третьих звездах. Там уже четыре противника осталось. Мне кажется, они сдадутся рано или поздно. Давай вот в эти квадраты. Давай, давай. Я справа. Совсем не о чем заняться. Ну, потная игра просто. Не, ну я понимаю, да. О, смотри, ноздрю вот этот. Так, я пойду гляну, что там у вас. А вы где? На? На базе у нас. Я пытаюсь противников найти. Я так понимаю, я шедевр увижу в начале раунда. Потом можно еще вот здесь тоже. По-моему, там противники к вам тоже идут. А, ну можно. А я всю карту пробежал. Где они? Противники? Не знаю. Да, я не знаю. Я прошел через лонг. В туалетах. В ногу попал ему. Я вас понял. Вот мы оживили. Надо было в сторону противников это, чтобы они выходили и на них глази в этот ящик. Я готов еще поставить, Марат. Давай, я тоже. Куда? На мусорке тебе? Ну давай на тебе поставим, Пов. Это циклопы. Одноглазые. Да, я вас понял. Так, а это рот сейчас будет вот здесь. Это язык он показывает. Язык. Такие поплывшие просто. Когда неделю сидишь, шапаешь ранки просто в CSGO. Что происходит с людьми? Мы реально же уже просто седьмой день здесь сидим. Седьмой день. Давайте диски сделаем, блядь, машины. Иди в чоку, блядь. Ой, еще разоконтил. Щечки ремяные такие. Да, да, да. Так, если противники сдались, мне интересно, как тут сработает это. Не. Вот тут интересно, на самом деле, сработало то, что они сдались. Вот так вот, то, что нас не повысило. Или просто. Или просто теперь нас не за одну, а за две победы повышает. Ну ничего, все еще повысит. Правильно, правильно. Я тоже так считаю, поэтому продолжаем. Все, должно сейчас повысить. Надо только раунд выиграть. Влетаю вдвоем. О-о-о. Ну это XM не контрится. Так. На коробке где-то. Хорош. Давай. Нам нужно четыре звезды. Хотим увидеть повышение. Есть. Да, просто за одну, за две победы. За одну, за две победы. Просто как-то странно идет. Но это все равно очень быстро. Это сколько получается? До девятнадцать побед мы с пятого сильвера уже четвертые звезды. При том, что получается, сколько там? Одиннадцать побед у нас было получается, когда мы только получили пятого сильвера. То есть, соответственно, за восемь побед мы апнули пять званий. Ну и по-моему, это как-то жестко. По-моему, это чрезмерно быстро. Просто я представляю реально тех людей, которые сидят на сильверах полгода, там выиграют по двадцать игр подряд, их не повышают. И тут такие мы пришли. Четыре звезды. Ну давайте добивать калаш. Я думаю, на калаше уже остановочку сделаем. А пока продолжаем. Ребята, ждем очередное повышение. Я хочу, я хочу. Я настроен жестко. Будут ли повышения подряд? Надеюсь, что да. Нет. Будут. Меня будет. А, у тебя... Чего? Меня повысило. Я калашик. В смысле? Я калаш. Дайте инвайт в пати. А почему? Инвайтите меня. Я калашик первый. Все. Почему один человек у нас тут с калашом? Несправедливо. Мы все вместе повышались. Серега, ты чего? Ладно, мне кажется, еще одна победа и будет калаш. Я здесь и взорвусь вместе с этой бомбой. Он тебе молик там откидывает. А, себе. А, понял. Гениальная отыгровка от противников. Так, ну что, калашик будет? Надеюсь, что будет. Есть. Почему так легко? Я повысил. У меня с свинками теперь. Калаш с свинками, ты тебя вообще... Тебе три раза подряд повысило сейчас. Нормально вообще? Мы что тут Марата бустим по итогу? Получается. Как так сработало, вообще непонятно. Так что со званиями? Как вообще они повышаются? Вроде вот на высоких мы сидели, все нормально было. Да даже вот на калашах мы играли, да вполне. Типа, как бы все адекватно. Взяли звание ниже, все, здравствуйте. Мы калаши. Получается, за десять побед мы апнули шесть званий. Адекватно ли это? Я очень сомневаюсь. Если честно, это вообще неадекватно абсолютно. Ну и тем более я показывал, сколько там поражений. Еще учитывая это, это вообще неадекватно. Ладно, если бы мы забрали, да, там, вот у нас калибровка была, где мы забрали десять побед, и мы бы дальше продолжили выигрывать, выигрывать. У нас бы сейчас вот была бы двадцать одна победа. Это я бы еще понял, что там бы каждую катку у нас бы повышало. Но тут столько поражений у нас было. Десять побед, двенадцать поражений. И за это столько вот побед подряд. И нас вот так вот жестко апает. В такой вот ситуации. Ну вот это очень странно. Вообще не понимаю, в принципе, как работают звания в CSGO. Как они повышаются, и что вообще за ними стоит, собственно. Как работает этот алгоритм. Это просто что-то необъяснимое вообще. Ну и вот такая вот херня может, собственно, в CSGO происходить. Сейчас. Не знаю, что они там намудрили вообще. Ну, причем, ни один человек реально писал мне о том, что его повышает просто каждую победу. Сегодня мы в этом убедились. На личном опыте. Ну, я, кстати, не ждал такого. Я думал, ну, мы будем играть там, окей, там каждые три победы нас просто будет повышать. Как обычно это и бывает. Но нет, что-то какая-то херня произошла. Давайте теперь попробуем обратное. Посмотрим, насколько быстро понижает. Это тоже интересный такой фактор. Поменялось ли что-то в понижении. Давайте смотреть. Так, для этого эксперимента мы решили взять те самые два калаша, которые мы, собственно, апнули именно в этом выпуске. Немножко обидно, конечно, их будет сейчас понижать, но давайте попробуем вернуть первые калаши. То есть, скинуть два звания и посмотрим, насколько долго это будет происходить. Вот за этим интересно понаблюдать. Как бы повышает абсолютно по-разному, конечно. Какой-то даже реально закономерность сложно здесь проследить, но понижение плюс-минус всегда одинаково работали. А вот сейчас будет. Хороший вопрос. Ну, уж заодно-то поражение я сомневаюсь, да, то, что понизят. Ну, бредово уже, по-моему, будет. То есть, это вот только-только апнутое звание. Мы вот только получили два калаша. Ну, как-то будет странно, если за одну игру сразу же понизят. Так, ладно, мы взяли один раунд, будет этого достаточно, я надеюсь. Давайте сливать. Сейчас просто поперезаходим быстренько, проспидраним, так сказать. Мы и так уже устали играть, мы неделю здесь сидим в матчмейкинге на разных званиях. Просто тащим эти длинные еще катки. Интересно, что было бы, конечно, в коротких, но мы решили как-то не рисковать. И вот, раз мы знаем, что там в длинных раньше происходило, то длинные здесь и играли. Да, это, конечно, было долго. Ну, ладно. Сейчас хотя бы быстренько посливаем, это уже много времени не займет. Так, ну-ка, 16-1. Ну, это было понятно. За одно поражение, но это тупо, да? Мы только апноризовали, а одно поражение сразу бы слило. Не, ну за победу за одно повышает. Мало ли, за один слим бы нас понизило. Мне кажется, и за два на самом деле могут не понизить. Сейчас посмотрим. Сейчас мы на все это посмотрим. Ну-ка, попытка номер два. Неа. Слушайте, это даже интересно на самом деле. Но за два поражения тоже не понизило. Ну-ка. О. Ну, за три поражения. Да, три поражения у нас-то, собственно, заняло. Ну, слушайте, абсолютно так же. Абсолютно так же, как и было. То есть, я и ставил здесь то, что за три поражения нас понизят. Так это и произошло. Но в понижениях, короче, мне кажется, вообще ничего не поменялось. А вот в повышениях, я не знаю. Они какие-то очень странные, конечно. На этих званиях было нормально. В принципе, достаточно адекватно. Особенно на лемах, когда мы играли. Но то, что там на сильверах произошло, это, конечно, да. Но мне кажется, нет смысла. Мне кажется, нет смысла реально сейчас пробовать до калаша еще опускаться. Но я уверен, что так же три игры это займет. Абсолютно ничего не поменяется. Миллиард процентов. Хотя я видел вот такое, то, что ребята там выигрывали 10 игр подряд. Их не повышало. Они проигрывали одну и им снимали звания. То есть, такие тоже какие-то случаи были. С этими званиями просто может происходить все, что угодно. И в этом мы сегодня убедились. Но единственное, что вот можно сказать, то, что на высоких званиях по-прежнему тяжело апаться. Ну, вот мы достаточно долго шли до супримов. Хотя это и меньше времени заняло, нежели когда мы там годик. Может быть, почти уже два назад вот шли до супримов. Чуть-чуть поменьше побед это заняло. Но, тем не менее, все равно 11 побед нам потребовалось. Это не так уж и мало. Вот здесь вот тоже мы до двух калашей шли. Ну, не сказать, что прям быстро. Но так как-то все равно, как будто бы немножечко покороче было. А вот на низких званиях вообще что-то прям какая-то халява. Прям очень быстро идет повышение. Вот в этом плане, мне кажется, что-то поменялось. То есть, с низких званий теперь гораздо проще выбраться на какие-то повыше. Это, в принципе, было заметно уже и в рекалибровке. То есть, мы даже в этом выпуске на двух аккаунтах, когда восстанавливали звание, нам вернуло на два выше сразу же. То есть, мы пропали два звания чисто за счет того, что выиграли одну игру, когда звание забрали. Уже в этом плане идет ускорение какое-то вот в повышении. А на высоких званиях вообще ни хрена так не работает. Хотя, есть случаи. Есть случаи, когда ребята на беркутах, там, на лемах выигрывали катку и им сразу давали глобала. Но это прям какой-то очень редкий случай. По крайней мере, мы такого вообще не встретили. Мы на всех аккаунтах, на которых у нас высокие звания были, поиграли. Там просто восстановили те же самые звания, либо скинули на одно. Вот на высоких званиях вообще ни хрена тебя не повышает. А что касается низких, самое забавное, чем ниже у нас были звания, тем проще повышало. Мы там брали четыре звезды, нам давали калаш с венками. А, шестых сильверов мы брали. И какое-то тоже высокое, ну, повыше звание дало. То есть, вот на низких нормально повышает, а когда мы играли на более высоких, там, наоборот, понижало. После этой рекалибровки. И также как-то это и в повышении звания работает. С низких легко повышаться. А на высоких, в принципе, осталось плюс-минус то же самое, что и было раньше. Ну, там уже какой-то свой алгоритм работает, хрен там его подберешь. Но то, что мы сегодня словили вот на звездах, точнее на сильверах даже, потом уже на звездах, это было очень забавно. Но такого мы еще не ловили вообще. То есть, я реально не помню. Вот мы сколько в CSGO мы играем, на каких только званиях мы не играли, такого мы не ловили никогда. Чтоб так быстро повышало. Ну, для нас это впервые, действительно. Может, кто-то, конечно, это и раньше ловил. Но у нас такое произошло в первый раз. Что ж, как-то так вот сейчас работает система званий. Абсолютно, конечно, непонятно. Но, ребят, кто сейчас сидит на низких званиях, удачи вам поскорее выбраться оттуда. Так сказать, вроде как игра в этом сейчас помогает. Ну, а кто сидит на высоких званиях, просто пожелаю вам удачи. Это будет непростой путь. В любом случае, очень много игр приходится выигрывать. Но, кстати, может быть, кто-то и на высоких званиях что-то такое ловит. Но я так понимаю, что это редкость. Огромнейшая редкость. Это просто везение. Кому повезло, там, за пару побед просто прапать какое-то высокое звание. У нас не получилось. Но получилось на низких. И удачи вам, ребят. Удачи вам сломить такой же стрик по повышению. Ну, а если ролик вам понравился, обязательно влепите лайк. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Мы очень запотели над этим роликом. Мы неделю реально просидели в этом матчмейкинге. Вообще, вот без шуток. Реально, мы неделю просто сидели, играли, тестировали эти звания. Запотели. Поэтому, надеюсь, что вы поддержите этот ролик лайком, потому что, ну, много усилий у нас на него ушло. Ладно, напоследок рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клевым. А если его пропустили, обязательно гляньте. Ну, а с вами была команда More Games. Всем желаю удачи. И всем до скорых встреч.